Приветствую всех поклонников авиации с Fynefallfire. Как проходит марафон? Открыли что-нибудь? В любом случае, у меня хорошие новости. War Thunder на время возвращается в Линдлизовский спидфайр. На стриме меня постоянно спрашивают насчёт прокачки. И вот этот самолёт один из немногих, который заслуживает отдельного внимания. Потому что это прем 4 ранга, а значит на нём можно открыть половину авиационной ветки СССР. Сейчас, если рассматривать советские премиа, то особо ничего не доступно к продаже. Многие истребители либо находятся на бирже и стоят немалых денег, либо попросту недоступны к продаже. И точно так же, как и спидфайр, добавляются в рамках определённой акции. Самолёт ещё будет доступен до 17 апреля, поэтому время ещё есть. Но при тем, как вы пойдёте тратить золотишко, советую посмотреть это видео до конца. Потому что, несмотря на хорошее ЛТХ, геймплей на этих боерах не прям чтобы интересный. Начнём с того, что наш боевой рейтинг составляет 5,7. Отчего мы можем попасть к ранним реактивам. Но на самом деле они нам не страшны. Пугают огромные карты, которые могут выпасть. Я, к примеру, попал на Испанию и потратил 10 минут, чтобы наконец-то вступить в бой с первым же противником. К слову, в противостоянии мне не приходилось впустую летать столько времени. Не знаю, зачем разработчики решили внедрить такие огромные карты для поршневой авиации в режиме, где у тебя всего лишь один респаун. Благо, хотя бы выпадают они не каждый раз. Другая проблема – это скорость. Спидфайер самолёт не быстрый. В горизонте нас обходит большинство истребителей, за исключением только японцев. Отсюда мы можем банально не успеть за противника. В пикировании, безусловно, догнать ещё возможно, но вот преследовать в горизонте не получится. Компенсировать недостаток скорости помогает отличная скороподъёмность. Больше нас могут быть лишь перехватчики. Обычно к началу воздушного боя наша высота составляет 6000 метров, что в любом случае позволяет нам спокойно выбирать цель для атаки. Наша тактика будет построена на лобовых и манёврах. Причём зачастую мы должны заманивать противника в манёвренный бой. Специально подставляясь под его атаку, чтобы в порыве азарта заполучить фраг, он потерял скорость и завязался с нами в дуэли. Такой фокус не пройдёт только с японской авиацией. Тут уже применимы лобовые. Специфично смотрится ещё расположение пушек, оно крыльевое. Для стрельбы на ближних дистанциях придётся выставлять меньшее сведение. На 300 или даже 200 метров. Всё будет зависеть на какой дистанции вы обычно открываете огонь. Я выставлял, к примеру, в РБ на 500 метров, а в СБ на 300. Помните, что помимо двух 20-мм пушек, есть ещё 4 пулемёта винтовочного калибра. Что насчёт урона, то он приемлемый. Если раньше можно было сбить противника всего лишь с проклика, то сейчас в снарядах потребуется побольше. Улитка опять крутит урон, так что ничего нового. Ленту, если что, я брал скрытую. Но тут ещё можно поставить воздушную. Там будет всё лишь один трассер. Спидфайр любит перегреваться на полной тяге. Учитывая, что я часто пикировал и избавлял мощность двигателя, то перегрев меня не доставал. Можно также ещё задействовать полное управление двигателем и открывать створки радиаторов, чтобы уменьшить шанс перегрева. Топливо на полной тяге спидфайр жирает достаточно быстро. В туристичных боях я заправлялся на 20 минут, а в противостоянии брал горючего уже на 30. В целом, если не брать просчёт скорость в горизонте, то как истребитель спидфайр неплохо себя проявляет. Вот только мне непонятно одно. Почему в ветке СССР он стоит 6090 и появляется в продаже раз в год, а у США он стоит 4880 и доступен всегда? Это такая наценка за коллекцию? То, что самолёты редки? К сожалению, спидфайр будет полезен только в авиационных режимах игры. Для совместных у нас нет никаких подвесов. Конечно, бронебойный снаряд у 20 метров пушек способен разобрать средние танки в крышу башни, но во-первых, у них не такой хороший урон и нам потребуется совершить несколько заходов, а во-вторых, боекомплект сильно ограничен. Да и к тому же спидфайр очень уязвим к попаданиям. Даже незначительное повреждение крыла уже сказывается на управлении. Так что если и задействовать самолёт в своем местах, то только как истребитель. В этом случае вы всегда будете в плюсе, потому что обходится спидфайр дешево. В очках возрождения он стоит всего лишь 480. В симулятором боях истребитель, скажем, будет на любителя. Меня лично спидфайры никогда не нравились из-за своего дёрганного управления. Самолёт очень капризен в манёврах, его болтают из стороны в сторону, как желе. Да, можно посидеть, настроить управление под конкретно этот самолёт, но это уже для тех, кто действительно будет на нём долго летать. Другой момент – это прицел. Смотря на заднюю полусферу, можно сказать, что у нас хороший вид из кабины, за счёт каплевидного фонаря. Но, посмотрев вперёд, мы видим длинный капот и бронестекло с рамой, который закрывает нам часть обзора. В большинстве случаев приходится стрелять вслепую из-под капота, а это, скажем, неудобно. Подкупает лишь боевой рейтинг 5.0, который даёт возможность попадать в сессию с самолётами от БРА-4.0 до 5.0, что позволяет сражаться с не такими сильными истребителями, как ВРБ. В заключении могу сказать, что если вы сейчас собрались прокачивать ветку советских самолётов, то до 17 апреля у вас есть выбор между Яком ВК-107 и Линблизным Спидфайером. Сравнивая два самолёта между собой, то Як будет намного быстрее, и у него хорошая манёвренность у земли. Однако, он проигрывает британскому истребителю в скороподъёмности, и, как по мне, для нового игрока Спидфайер будет легче освоить. В любом случае, решение за вами. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»